Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале о ведении домашнего хозяйства. Сегодня мы поговорим с вами о правилах экспресс-уборки, то есть о правилах быстрой уборки или когда к вам идут гости. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Давайте мы с вами на секундочку представим, что мы с вами еще не настоящие флай-леди, что мы только учимся, что наш дом еще не сверкает, не блестит и у нас еще не полный порядок. Что же нам делать, когда мы ожидаем гостей в течение часа или чуть более того? Я сейчас попробую вам дать, наверное, парочку советиков, да, таких, которые я, в принципе, кое-что набросала, написала, да. Это мои личные советы, то есть вы можете ими пользоваться, можете не пользоваться, можете некоторые воспринять немного с юмором, я надеюсь, да. Но все-таки, мне кажется, эти советы помогут вам привести вашу квартиру в порядок за очень-очень короткое время. Но опять же хочу отметить, что это не порядок для вас, а это порядок скорее для гостей, то есть вы приведете свою квартиру в визуальный, так скажем, порядок, да, то есть это не глобальный глубокий порядок, а просто вот гости придут и увидят, что у вас чисто, хорошо и уютно. Итак, первое. Для начала вам нужно сориентироваться, да, через сколько придут гости, естественно, да, и куда они будут проходить. Если это какие-то старые знакомые, которые, в принципе, у вас могут по всей квартире ходить, гулять, да, заглядывать в любые комнаты, то, конечно, здесь сложнее. Но, с другой стороны, здесь опять же есть плюс в том, что эти люди знают вас уже давным-давно, и, в общем-то, их удивлять уж сильно так не надо, то есть достаточно просто как-то вот по верхам, так скажем, прибраться. Если это гости, которые ходят к вам довольно редко, то вы подумайте, куда вы их будете проводить. То есть гости обычно заходят сначала в прихожую, затем они моют руки и проходят либо в гостиную, либо на кухню, ну вот у кого как принято. Поэтому основные точки, которые вам нужно убрать, это прихожая, ванная, гостиная, естественно, туалет, да, то есть гости, они все живые люди. То есть мы с вами определились с точками. Теперь нам следующим шагом нужно разобрать ход споты именно в этих зонах. Остальные комнаты, все что угодно, можно просто закрыть, чтобы там оставался хлам, но вот те места, куда у вас приходят гости, их нужно, естественно, убрать. Убираем ход споты. Что это такое? Это горизонтальные все поверхности в доме, столы, тумбочки, не знаю, кресла, диваны, все то, где у вас навален хлам, там одежда, какая-то, не знаю, сумки, все что угодно, там бумаги, книги, детские игрушки. Все это нужно убрать. Как это сделать быстро? Ну, не знаю, спорный, конечно, вопрос. Запихать, я советую, да, запихнуть все это в большой-большой-большой пакет или в несколько пакетов и поставить в ту комнату, которая у вас будет закрыта. Ну, мне кажется, что все-таки, когда у вас в запасе час, то это самый лучший метод. Потом уже эти пакеты можно будет разобрать. Кстати, этот метод еще неплох тем, что после ухода гостей все-таки вам придется разбирать эти пакеты, потому что там будет у вас очень много важных и нужных, как вам кажется, вещей. Поэтому эти вещи, скорее всего, попадут уже на свое место, а не обратно вывалятся на диван. Так, то есть с ход спотами мы с вами закончили. Далее, прихожая. Я советую спрятать всю обувь. Даже если она будет у вас идеально расставлена, носочек к носочку, все равно это будет создавать ощущение, что у вас, не знаю, там толпа народу живет в доме, либо у вас просто неаккуратно. То есть нужно обувь, как можно больше обуви, так скажем, спрятать куда-то в шкаф для обуви. Следующим этапом мы с вами подметаем или моем пол там, где у нас стояла эта обувь, потому что от обуви у нас, как всегда, естественно, насыпается там грязь, какая-то пыль и все такое прочее. То есть мы промываем это место. Следующий пункт очень-очень-очень важный. Нам нужно повесить шторы. Не заново их повесить, а просто задернуть так, чтобы они висели красиво. То есть, чтобы они красиво висели, аккуратно нужно расправить складочки. Не обязательно делать это как бы с педантичной точностью, да, но главное, чтобы у вас шторы не были вот так вот, знаете, на полокна раздернуты, чтобы у вас они не были закатаны на подоконник, чтобы у вас они не висели вот так вот, как бы туда-сюда, чтобы у вас не было там вверху какого-нибудь провисания без крючков, да, то есть, ну, я думаю, вы поняли. То есть, чтобы шторы просто висели аккуратно, аккуратно от одного конца стены до другого. Далее, шторы мы с вами заправили. То есть, это нужно сделать, естественно, в гостиной, в кухне, то есть, там, где, куда придут гости. Далее, последний пункт именно в гостиной и на кухне, это то, что вам нужно закрыть все шкафчики. Даже полу слегка открытые вот эти вот дверцы, они создают ощущение вот этой вот неряшливости. Нужно закрыть все ящики и закрыть все дверцы. Тогда, в принципе, вот в общих чертах у вас дома будет уютно и будет соблюден некоторый порядок. Следующим этапом у нас идет с вами ванная и туалет. Ну, что сделать с унитазом, я не буду рассказывать, то есть, хотя бы, хотя бы просто протрите его влажной тряпочкой. Далее, раковина. Обязательно раковина должна быть чистая. Чистая раковина – это залог того, что гостю будет приятно, как минимум, мыть в ней руки, да. Ну, я надеюсь, что все-таки он из-за этого не захочет в ней искупаться. Так, далее, что у нас, что у нас дали? Сейчас вот смотрю, извините. Так, так, так. А, да, зеркало. То есть, когда он, гость, приходит, к примеру, в ванную, моет руки и смотрится в зеркало, то не очень приятно, когда ты смотришься в какое-нибудь заляпанное зеркало. На кухне. Почему я все время хочу сказать на кухне? В ванной. В ванной зеркало всегда очень заляпанное, потому что мы там чистим зубы. Чистим зубы, умываемся, брызгиваем вверх. Все это зеркало, как правило, у нас в каких-нибудь там подтеках. Поэтому зеркало обязательно, раковины зеркала, это что касается ванной. Обязательно выньте новое какое-нибудь полотенце. Не обязательно новое с этикеткой, но главное, чтобы оно было чистое, то есть именно специально для гостя. Потому что человеку всегда приятно, когда к его приходу готовятся, когда ему предлагают вытереться не каким-то мокрым полотенцем, которым уже до этого купались, а в общем-то чистым, новым и свеженьким. Далее, подумайте, если к вам придет гость с ребенком, чтобы для ребенка тоже было отдельное полотенце. Потому что, как правило, мамочки, они очень трепетно относятся к своим чадам, и тем более в гостях, то есть неприятно матери вытирать ребенка как бы общим полотенцем. То есть скажите маме, что это вот новый полотенчик, то есть оно стиранное, чистое, все нормально. И в общем-то, если в ванной у вас там какой-то хлам в виде какой-то одежды, да, там стиранное, не стиранное, тоже сложите это в какой-нибудь отдельный тазик, чтобы это создавало ощущение, что вы это либо идете стирать, либо только сняли там с сушки, то есть что у вас там, ну, хотя бы какой-то более-менее порядок. Вот, в принципе, на этом мои советы закончились. Я думаю, что если вы воспользуетесь ими, то за час можно, в принципе, привести свою квартиру в более-менее нормальное состояние. Я надеюсь, что вы не все советы восприняли слишком уж серьезно. Вот, и, в общем-то, да, ну вот, мне кажется, такой метод экспресс-уборки, он работает, и лично у меня он работал очень долгое время, поэтому, ну, вот, это мой личный опыт. Я надеюсь, что видео было для вас интересным, полезным. Я желаю, чтобы домашняя работа приносила вам только положительные эмоции. Увидимся в моих следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok